В нашем удивительном мире все прекрасно. Растения, животные, люди, насекомые, но есть и необычные создания, это рептилии. Без сомнений, рептилии являются одними из самых древних созданий на нашей планете. Безусловно, именно они являются потомками динозавров, некогда населявших нашу землю. Мало кто знает, но на сегодняшний день ученые насчитали около 9400 видов рептилий. На территории России всего лишь 77 рептилий, живущих в живой природе. Одним из интереснейших представителей рептилий является облефар. Эту ящерю часто называют улыбающейся. Действительно, интернет пестрит фотографиями этих замечательных улыбок. Возможно, это одна из причин, которая подталкивает людей в нашей стране познакомиться с ними поближе. Я не исключение. У меня когда-то были сухопутные черепахи. Первая появилась совсем в юном возрасте, когда я еще не сознавал важность в правильном уходе и содержании. Долгое время меня не покидало мысль обзавестись рептилией. Понимая, что опыта у меня практически нет, сложных содержаний даже не рассматривал. И облефары считаются в содержании простыми ящерицами. А красы этих рептилий разнообразны на любой вкус. Но более подробно о них я расскажу в другой раз. Одним из важнейших критериев для меня было место, которое будет занимать террариум. Свободного места в квартире не так много для задержания одного юблюфара, как пишут в интернете. Достаточно кубика 30 на 30. Это еще один момент, который я для себя отметил, осознанно выбирая свою будущую рептилию. В итоге в магазине экзаменю я приобрел вот этого невероятного малыша. Видео о том, как это было, вы можете посмотреть, пройдя по ссылке. Там очень много важной и интересной информации. Также ссылку на это видео я оставлю в описании. О нем будет еще много видео, поэтому знакомьтесь, его зовут Оджи Хикари. В этом видео я хочу показать вам террариум, в котором живет Оджи и рассказать, что в нем есть. Пожалуй, это базовые нужности для любого юблюфара. Базовые знания для любого будущего владельца этих замечательных ящериц. Сразу скажу, что оформление террариума я планирую в дальнейшем менять, пробовать какие-то новые аксессуары и прочее. Подбирая идеальный вариант для Оджи Хикари и для меня, как для папы Эо. Начнем с террариума. Это террариум от компании Акваэль. Популярный производитель аквариумистики, качество которого проверено временем. Общий объем 54 литра, высота и ширина террариума по 30 сантиметров, а длина 60. Этого более чем достаточно для комфортного проживания одного юблюфара. В нем две металлические перфорированные вставки для вентиляции. Одна сверху, вторая снизу. Этот момент очень важный, так как качественная вентиляция – залог успешного содержания. Вентиляция важна не только для самой рептилии, но и, например, препятствует образованию плесени и неприятного запаха. Такой тип вентиляции, которая установлена в террариуме Акваэль, часто называют приточно-вытяжная или вентиляция шахтного типа. Она не позволяет застаиваться в воздуху и не создает сквозняк, который может навредить рептилий. На дно террариума я постелил коврик, так называемый газон. Вырезал нужный размер и вуаля. Смотрится неплохо, однако стоит сказать, что споров о том, что должно быть на дне террариума с юблюфарами много. И это не просто споры, а скандальные темы. Кто-то селит салфетки, кто-то тряпки. Одни специальную глину, другие песок. У каждой постилки свои плюсы и недостатки. Все это я однажды испробую сам лично и вынесу свой вердикт. Очень важно иметь термоковрик. У меня термоковрик от фирмы Экзотера. И у блюфары холоднокровные ящерицы. В живой природе они греются на раскаленных задних камнях и грунте. В террариуме это, увы, невозможно. К тому же такой коврик важен для правильного переваривания пищи. Он должен находиться не по всему дну террариума, а с одной из его сторон. Обогревая от 1 третьей до 1 четвертой площади дна террариума. Температура в месте нагрева должна быть в пределах 28-33 градусов. Именно так достигается градиент температур в террариуме. Вообще, этот коврик можно приклеить к дну. У него есть клейкая сторона, но я так делать не стал. Также в комплекте идут ножки, то есть температуру можно регулировать высотой террариума, от коврика или высотой грунта. Стоит сказать, что выбор ковриков велик и помимо них есть еще термошнуры. Также в террариуме установил электронный измеритель температуры с двумя датчиками. Один в точку прогрева, второй в противоположную сторону. Он прикрепляется к стеклу с помощью липучки. Удобный и большой дисплей. Интуитивно понятно, как им пользоваться. Более того, у отжихикари в террариуме свои собственные часы. Это такой бонус у этого термометра. Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, я установил и гигрометр. Производитель Экзотера предназначен для определения влажности воздуха. Прикрепляется изнутри к стенке террариума при помощи липучки. На шкале цветами помечены различные уровни влажности. Низкий, средний, высокий и очень высокий. Влажность в этом террариуме должна быть в пределах 40-50%. По моим наблюдениям, влажность без моего вмешательства около 40. Один раз упала до 30%. Слегка опрызнув декор, она достаточно быстро поднялась до 50%. В инстаграм-канал Параквариумистика часто выходят сторисы Соджихикари, а иногда и короткие ролики. Ссылка на инстаграм в описании под этим видео. В этом террариуме пока что на постоянной основе стоит влажная камера. Однако, по большому счету, ежедневной необходимости во влажной камере нет. Но я еще не успел столкнуться с линькой, и именно поэтому я ее пока что не убираю. Да, Элблифары линяют, скидывают свою старую шкурку, и для того, чтобы все прошло без неприятных последствий, желательно влажная камера. Однако, хочу добавить, что эта влажная камера является его самым любимым местом. Весь день он проводит в ней. Многие влажную камеру делают из лотков. Я решил не заморачиваться и купить готовую и качественную влажную камеру Экзотера Вэтрок. Ее внешний вид напоминает камень. Как утверждает сам производитель, она не впитывает запахи. Изготовлена из экологически чистых гигроскопических материалов. Сверху у этой камеры выемка. В нее заливается вода, которая поглощается поверхностью и создает влажный микроклимат внутри. То есть, использовать салфетки или сфагнум не нужно. Более того, предотвращает экстремальные колебания температур. Кстати говоря, подходит для откладки яиц. Но есть один минус. Она не открывается, и если отжихи кари там расположился, то вытащить его оттуда невозможно. Помимо влажной камеры, в террариуме есть два укрытия. Одно в точке прогрева. Туда и облефарчик стремится после еды, и часто среди ночи он находится на нем. Второе из коры пробкового дерева. Вот только в нем он совсем не сидит. Возможно, потому что оно слишком большое, и я хочу разделить его на две части, но чуть позже. Зато в углу за этим укрытием отжихи кари устроил себе туалет. Интересная особенность этих рептилий в том, что они часто в террариумах выбирают себе один угол для отхода в жизнедеятельности. И не ходят куда попало. Субтитры создавал DimaTorzok Также в террариуме две миски. Одна с водой, вторая с кальцием. Для кальция миску выбрал небольшую, и чтоб он его ел, я еще не видел. А вот потоптаться по ней он уже успел несколько раз. Один раз в террариум запустил сверчка. Удивительно, но сверчок залез в миску с кальцием и стал жадно его поедать. Уход за террариумом несложный. Слежу за температурой, но она стабильная и практически не меняется. За влажностью убираю излюбленный уголок. Раз в неделю протираю стекло. Вот и весь уход за террариумом. Про кормление нужно рассказывать отдельно. Это интересная тема и наверное мое любимое занятие. Кормов достаточно много, каждый корм имеет свои особенности. Оджи Хикари очень любит кушать, а мне нравится как он это делает. К сегодняшнему дню я уже кормил его живым кормом, сушеным, замороженным. Ожидает корм консервированный, кальций 3D, витамины. Обо всем этом уже скоро на канале Пар. Чтоб не пропустить новые видео, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. А у меня на этом все, всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok